Христос, миром принимаем. А не миро не могла. Ничего не слышно было. Не могла дозвониться, недоступен был. Ну ничего, бей, потому что дождь идет. Может быть. Все равно звони, перед Богом это зачтется тебе. Пробей, все правильно, нет? Да. Все, Гербан закрыть. Смотрите, Тихоныч, молитесь. Не там, здесь. Достаточно. Боже, будь милостив ко мне грешному. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил, Господи. Прости меня грешного и помилуй. Святись и святись о Новой Иерусалиме. Слава Богу, Господи, на тебе, Васия. Ликуй ныне и веселись и сегодня. Ты же чистая красуйся, Богородица. О восстании Рождества Твоего. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и пресно, и вовеки, веково, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскресы измертвы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради причистой Твоя Матери, силы щаснага, животворящего Христа, святых ангелов наших, хранителей всех ради святых. Помилуй, спаси нас, яко благи всей человека любят. Аминь. Боже, будь милостью ко мне, грешному. Создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил Господи, прости меня, грешного, и помилуй. За молитвы святых, Отец наших, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже наш, слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. 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 Помилуй нас. И ныне и пресно, и во веки веков, аминь. Внезапно судья приедет, ика его же деяния обнажаться. Но страхом зовем полуночи. Свят, 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 если Боже, Боже, Боже наш, слава Тебе. Я всесвятая Троица, ко многим на Твоя благость и долгое терпение. Не прогневался на меня ленивый и грешный, не погубил меня со беззаконием моими. Но человеколюбца у Иси обычны. И в нечаянии лежащего возник мне Иси. Воеже утрените, славословите державу Твою, и ныне Владыка. Просвети мои очи мысленные. Отверзи мои уста. Помучайте со всеми Твоим. И разумите заповеди Твоя. И творите волю Твою. И пейте Тя во исповедании и сердечнем. И воспевайте все святое имя Твое. Отца и Сына и Святаго Духа. Ныне и пристно и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся Христу, Царю и Богу нашему. Придите, поклонимся и припадем к самому Господу Иисусу Христу, Царю. И Богу нашему. Девяносто первый Псалом. Благо ей славить Господа и петь имя Твою Всевышний. Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном и псалтире. С песнью на гуслях. Ибо Ты вознеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи. Дивно глубокие помышления Твои. Человек несмысленный не знает. И невежда не разумеет того. Тогда как нечтиво возникает, как трава. И делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок во веки. Ибо вот враги Твои, Господи. Вот враги Твои гибнут. И рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога. И я умощен свежим илеем. И око мое смотрят на врагов моих. И лучше мое слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма. Возвышается подобно кедру на ливане. Насажденный в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи. Чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыни моя и нет неправды в нем. 92-й псалом. Господь царствует. Он облечен величием. Облечен Господь могуществом и припоясан. Потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искренне. Ты от века. Возвышает реки Господи. Возвышает реки голос свой. Возвышает реки волны свои. Но пачешь ему вот многих. Сильных волн морских. Силен вышник Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему Господи. Принадлежит святость на долгие дни. 93-й псалом. Божие мчени. Господи Божие мчени. Иви себя. Восстань судья земли. Воздай возмездие гордым. Доколь, Господи, нещтивые. Доколь нещтивые торжествовать будут. Они изрыгают дерзкие речи. Величаются все делающие беззакония. Попирает народ Твои, Господи. Угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают. И сирот умышляют. И говорят. Не увидит Господь. И не узнает Бог Яковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди. Когда вы будете умны, невежды? Насадивши ухо, не услышит ли? И образовавши глаз, не увидит ли? Вразумляющие народы неужели не обличит? Тот, кто учит человека разумению. Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешься, Господи. И наставляешь законам Твоим. Чтобы дать ему покой в бедственные дни, Докольничеству выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего. И не оставит наследия своего. Ибо суд возвратится к правде. И за ним последуют все правы сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто восстанет за меня против делающих беззакония? Если бы не Господь был мне помощником, Вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил, колеблется нога моя, Милость Твоя, Господи, поддерживал меня. При умножении скорбиемой в сердце моем, Утешение Твое услождают душу мою. Станет ли близ Тебя сидалище губителей, Умышляющих насилие вопреки закону? Толпой устремляются они на душу праведника, И осуждают кровь неповинную. Но Господь защита моя, И Бог мой тверды неубежище моего, И обратит на них беззаконие их, И злодейство их истребит их. Истребит их Господь Бог наш. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресной во веки веков. Аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Тебе, Боже! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне и пресной во веки веков. Аминь. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Божий мой, Господь Иисус Христос, по великой любви Ты сошел и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, молю Тебя, спаси меня по благодати. Ведь если бы Ты за дела спас меня, это не было бы благодатью и даром, но, скорее, долгом. Истинно так. Богаты страдания и неизречены в милости, ибо Ты сказал, О Христос мой, верующий в меня будет жить и не увидит смерть его веки. Если же вера в Тебя спасает потерявших надежду, то вот я верую. Спаси меня, ибо Ты Бог мой и Создатель. Да вмениться же мне в веру вместо дел, Боже мой, ибо не найдешь никакие дела правдущих меня. Но вместо всех дел, да будь довольна верой моей. Пусть он отвечает, пусть он оправдает меня. Пусть он осадил от меня участником славы Той вечной. Да не похитит же меня сатана, и да не похвалится тем, что торг мне Твоей, Слово Божие, руки и защиты. Но хочу ли, или не хочу? Спаси меня, Христос Спаситель мой. Скорей приди ко мне на помощь, поспеши, я погибаю. Ты Бог мой, очрев матери моей. Сподоби меня, Господи, ныне возлюбить Тебя, как я возлюбил некого тот самый грех, и вновь послужить Тебе без ленности, как я прежде работал на сатану-больстителя, буду же прежде всего служить Тебе, Господу и Богу моему, и Иисусу Христу во всей жизни моей, ныне, всегда и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь на блестимую бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону починить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся мою руку и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедному души и тела, прости мне все, чем я скорбил Тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не принимать Бога никаких грехов. И молись за меня, как Господу, чтобы Он отведил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойно своей милости. Аминь. Аминь. Присоставь, Владычица, моя Богородица, святыми Твоими и всесильными мольбами отгони от меня ничтожного несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и все скверное, и лукавое, и хуйное помышление от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего. И погаси пламя страстей моих, ибо нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний и намерений и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благосцен от всех родов, и Твое причстное имя славится во веки веков. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Николай, Надежда, Лариса, Дарья, Евсевий, Ездра, мы усердно к Вам прибегаем скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, обрадуна Мария, Господь с Тобою. Благословен Ты в женах и благословен плод чрева Твоего. Яко родилась и Христа Спаса, Избавителя душам нашим. Непобедимая божественная сила, щестнага, животворящего Христа Господне, не остави нас грешных, уповающих на Тя. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояния Твоей. Победа на сопротивные дары и Твои сохраняй крестом Твоим жительством. Спаси, Господи, помилуй от самого духовного родителей и струнника благодетелей, митрополитов Марка, Николая, Агафангела, Тихона, Антония, Священная Ирея Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Иоанна Михаила, Наума, Кирилла, Вадима Засима, Владимира, Максима, Андрея и Глебу не дай погибнуть, Диакона, Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита, Сергия, Патриарха Кирилла, Франциска, Корниль, Александра, Деодора, митрополита Тихона, Илариона, и весь священничеств, и иночийский чин, и высшли служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам, и буддистам, и нам дающим священника, рожденного свыше, который благовестником является, и место для занятий, в мире власти воинства их, наведи страх Твои на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, умудри их издавать и исполнять добрые законы, дабы дали достойно жить людям, чтоб было еще уделять нуждающимся, сохрани их от покушения на них, преобразуя сердца в духовное, Владимира Михаила, Андрея, Джозепа Рамзана, Владимира Александра, Дагена, и все правители начальствующих, о которых Святая Библия говорится, на суде Божьем, с них будет строгое взыскание, им насколько труднее спастись, неже простому человеку. Слава Тебе, Господи, за тихую мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить, умножить наши таланты, дарованные Тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. Да будет благословен этот день, которого никогда не было во Вселенной, и мы совершенно не знаем, что нас ожидает в нем. Научи нас во всем доверять о Твоей заботе, Твоему промыслу о нас, Христе Божьем. Ибо верующие в Тебя, вводим их Духом Святым, исполняющим с радостью святые Твои все заповеди, Ты дал наименование, сказав, «Святые мои и избранные мои». Боже, помоги нам продать эти чудные названия. Слава Тебе! Аллилуйя! И услыши детский вопль. Хвала Тебе, Господи! Слава Тебе! Я тяжкого недуга пьян споизваю Павла, Михаила, Андрея, Владимира, потерянного Александра, найди, укажи, жив ли он. Блуждающих Алексея, Сергея, станови, дабы не обманывали себя людей каждый день. Возри, Господи, на угрозы врагов на потоке лжи, изливаемые их нечистыми устами. Земля-то поглотит все, что изрыгает они, да не коснется от сердец верующих. Ибо они в безумии своем не скрывают, что желают уничтожить из-за того селения и наше духовное интернетное содружество. Загради их лживые уста и в судный день не помяни их безумие, не знают, что они творят. Но по всем признакам, похоже, похвалили уже Духа Святого. Молитва совершенно не достигает о них. И благослови благодетелей наших, воздай добром. Елену, Елену, обрати Евгения, Наталья, Надежда, Юрия, Эдуарда. Мы просили, Господи, помочь нам переиздать трехтомник Нового Завета со столкованием блаженного фофилакта и комментариями. И книгу к Ишнему православию. Более того, Ты позволил нам издать проповедь в стихах. Еще просим, Господи, пошли необходимое средство издать проповеди во свете Святой Библии для Слова Божия Нетуз. Сколько новых душ нашел Ты, Господи, через эти книги. И в будущем, Господи, чтобы эти книги были как откровением для людей, чтобы они начали через них Тебя, Твою любовь, Твою голгофскую жертву. Аллилуйя! Слава Тебе, Христе Божий наш! Слава Тебе! Сохрани наши жилища и селения, от пожара, воров нечистой силы, потопления. И живущих здесь благослови Андрея, Игоря, Игоря Владимиру, дай веру. Благослови Людмилу, Владимира, Любовь, Алексея, Иосифа и нас всех предстоящих перед Тобою. Слава Тебе, милосердный Господь и Бог наш! Слава Тебе, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас и найти все наше родство Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Лену, Марию, Татьяну. Посети болящих, дай силу безропотно перенести страдания. Кирилла, Алексея, Сергея, Антония, Даниила, Михаила, Надежду, Людмилу, Любовь, Анну, Надежду, Надежду, Неанилу, Александру, Павлу, Виктору, Виталию. Слава Тебе, Господи, Божий наш. Благодарим Тебя, Господи, за друзей, за врагов, за здоровье, за болезни. По Твоему боговолению, Боже, все это может оказаться полезным и спасительным для нашей бессмертной души. Ты услышал нашу просьбу помочь сделать ремонт, и Ты послал добрых людей и издали. Благослови, Господи, всех, кто помогал, Константина и сына его, Максима. Как сладостно вспоминать об этом. Твоя голговская жертва сроднила нас все. Благослови там Андрея и всех помогавших. Ты знаешь их поимену, Господи. Не было ни одного враждующего. Благослови там любовь. От всего недоброго сохрани тех, кто мешает, кто задумышляет злодейство. Сохрани, Господи, все принадлежащее Тебе. Аллилуйя. Милость Твоя велика, Господь. Хвала Тебе. Учивших жилища, просящих об этом Михаила и Елену. Романа и Екатерину. Первые христиане не имели ни одного храма на всей земле, но они ежедневно собирались по домам, прославляя Тебя, вникая в Слово Тобое. Благослови их там, чтобы не были одиноки, расположи к ним соседей, кому они Слово Божие распространяли. И садела их жилища, как храмы Бога Живого. Аллилуйя. Слава Тебе наш Бог и Голова, Ау, воочи. Свят, Свят, Свят Господь Слово. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышних, Богу на земле, мир, человека, благодарение. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобое и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и короны Церкви. Соборов, как на истину. Аллилуйя. Это милость и благодать Твоя, Господи. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога Нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми и покрой опором любви от зависти и несчастивых от всего, что не славит Господа. Господи, благослови всех, кто помогал нам совершить миссионерское подсвечествие по этой стране и по многим странам и посеять обильно Слово Твое. Слава Тебе. И садилай, Господи, что посеянное нами в дальнейшем приносило обильные плоды, находило новые души. Аллилуйя. Хвала Тебя, наш Господь. Слава Тебе за милость, за долготерпение, за любовь и защиту. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой добрый ангел. Сколько лет Ты хранил и защищал меня от видимых и невидимых опасностей и повреждений. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела. И проведи душиным помытарством, страшным и непонятным. И введя навеки в вечное царство Христа Бога нашим. Аллилуйя. Ян, креститель, претеща Христом, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности, имея пропитание, одежду и живьё, быть благословенными, довольными, никогда не роптать, никому не завидовать, быть во всём экономным и видеть нуждающихся в нашей помощи и по мере сил помогать. Аллилуйя. Слава Тебе, Боже наш, хвала Тебе. Воздай милостью всем, кто строил наше жилище, в которых мы спасаемся от непогоды, а всё, что не славит Тебя. Воздай им добром. Аллилуйя. И храмы, в которых мы находим единение, не нами строены. И там находим единство в Слове Твоём, в молитвах. Аллилуйя. Святитель Христов Никола, мир лекист и чудотворец, образ скротности и воздержания, добрый архипастер словесных овец, моли Бога о нашей живности, через которую Господь облегчает наше пребывание на этой земле, как юдоли печали. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья и Висей, Инух, Моисей, Самуил, Аарон, Ил, Авель, Иосиф, Патриархи, Езраниеме, Амос, Науме, Сае, Иереме, Варух, Изеки, Иосиф, Иоанн, Айо, Сапоня, Захария, Малайя, Давид, Нафан, Данил, Отрки, Пророк Михея, Авраам, Исаак, Иаков. Да исполнит Господь Духом пророческим церковь свою. Дай бы день прихода то наше отшествие не засталось не готовым, но чтобы выше настречить ее Божие с горящими светильниками истинной веры и сосудами полными елея добрых дел соделанных в Духе Святом и с любовью. Аллилуйя! Молите Бога на святые ангелы, архангелы, хирургимы, серафимы, сенебесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн. Через которое мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Молите Бога на святые мученики, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Усин, Философ, Космай, Дамьян, Андрей, Стротелат, Иерон, Мученик, Климент, Римский, Климент, Анкирский, Анфимий, Комедийский, Георгий, Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святой Царской Семейства, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. Да укрепит нас Господь и сохранит, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста на щелой или правую руку, и взятых из семейств и отправленных на военное действие на фронт, где грозит каждую минуту смерть. Защити детей Твоих, даруй им истинное духовное рождение, Никиту, Александра, Максима, Иоанна и неведомых нам верующих. Соделай, Господи, чтобы они там были, как светильники на подсвечнике, как город на вершине горы. Укрепи их и напоминаем ежедневно повторять, что говорит нам Слово Божие Откровение 13.10. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому самому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вера святых. Аллилувия! Посети томящихся вузах, тюрьмах, лагерях, психиатрических темниц и детей Твоих, верующих Тебя, монаха Сергея, Владислава, Вара и неведомых нам верующих. Сохрани и защити. Мы просили об Илье, и Ты внезапно освободил эту суда. Совершилось великое чудо в наши дни. Его судья, так как вечерние волки, не оставляющие кости до утра, о чем говорит Святая Библия. И где Он, Илья, сейчас, дабы не давал повода, ищущим повода. И таланты, которыми Ты наградил Его, помоги Ему, чтобы они возрастали. Если более всего мешают прежние товарищи, Ты знаешь, как поступить. Только Ты, Иисус, знаешь будущее и этого человека. Защити Его, сохрани. Болите Бога на святые, Василия Великий, Григория Богослова, Иоанн Затаусов, Афанасий Великий, Ефрем Серин, Антоний, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонский, Сефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадский, Ян Шанхайский, Кирилл, Имифодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет, Иероним, Стридонский, И все переводчики Священного Писания, Молите Бога о нас, Да укрепит и сохранит нас Господь В святой православной вере, А замыслы ретихов, Сектантов разруш, Развеем нечто преврати, Как многих увлек туда сатана, Говорят, что они церковь. Церковь, основанная Духом Святым, Была в Сеонской горднице В доме Корнилия, В первом веке, Но не в семнадцатом, Не в пятнадцатом столетии. Откроем глаза на это, Господи, И найди новые души Из этих сект, Ереси, Добрых людей, Открою в православии. И те, которые были и ушли, Стали отступниками, Найди Николая, Александра, Юлия, Евгения, Тамару. Аллилуйя! Молите Бога на святые жены и девы, Фёка первомученица, Патина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перпетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила Акила, Андроника Юния, Кипряна Устина, Да дарует Господь Жёнам и Девам Послушание, Молчание, Соломудрие, Истыдливость, И сохрани Хосяческого поругания И насилия, Исправь не покорю из Галины семейства Евгения, Надежды, Людмилы, Виктории и Иоанна. Слава Тебе, милосердный Господь и Бог наш, ибо нет иного Бога, столь любящего создания Своё. Господи, прими нашу молитву возъявляя рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед присловом благодати Твоей Божией. И соедини наши молитвы с молитвами всех святых, молящихся для Тебя на небе и на земле. Господи, сохрани наши сокровища в интернете, благослови их администрацию, расположи к нам и благослови трудящиеся на это поприще Игоря, Юлия, Дмитрия, Викторе, Гавриила, Ольгу, Вячеслава, Николая, Алексея, Гавриила и обратить Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона и Леонти. Господи, мы взываем к Тебе, зная милость Твою и милосердие, не по делам нашим поступи. Ты, Бог, знающий все прежде бытия, Ты, дивный Создатель наш, услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный ради голговской жертвы и пролитой крови Сына Твоего Единородного Иисуса Христа за нас грешны. Прими и исполни нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. И мы вызываем у незаповедавших, кому возвесили слово истины, но которые все еще не примирились с Тобою. Господи, этим людям только Ты можешь показать, что за гробом нет покаяния приемлемого Тобою. Дабы ни надеялись ложными надеждами не утешали себя, что кто-то помолится после смерти, а не избавиться. Это обман. Каждый получит соответствие тому, что он делал, живя в теле доброе или худое. Тебе, Боже, хвала, Тебе слава, Тебе честь и поклонение, хвала и благодарение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и наслышат враги милость Твою, которую Ты оказываешь нам. Будь милостив, Владыка, защити наследие Твое. Тебе слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушают и наслышат рабы Твои голос Твой. Сейчас покажу. Я сейчас открою, а ты подойди рядышком. Там, мама. Аминь. Ну, еще похристосуемся. Христос воскрес. Вот у нас какие молитвенники тут. Смотри, мама. У нас дождик будет. Их и дождь не выдержал. Смотри. Вчера мы вместе с ним собачку вели за поводок. Вот как. Ну, да. Все, все оказались к месту. А, Евсений отдыхает. Ладно. Ну, главное, езра у нас в защитник. Так, я утром даю возможность семь секунд. Буду молчать. У кого есть вопросы, срочные, нельзя откладывать. Тогда так. Слава Богу. Вот вчерашний день, вот как Господь все устрояет, вот подумаешь это, столько свидетельствуюсь, никогда не думал. Новые, новые люди, которые пришли, познакомившись с нашими ресурсами, здесь были. Да уже и срок мне назначили жить, говорит, до 120 лет. До утра не знаешь, как дожить. Вот как. Благодарим всех, кто поддерживает нас молитвами. Потому что сегодня у нас, если правильно, то вторник, то завтра вечером будет богослужение. Последний раз, видимо, пропоется Христос в воскресе. Тут такая тонкость. И дальше 10 дней. Ни Царю Небесной не поется, ни Христос в воскресе. Просто пустое пространство. Ну а дальше мы переходим на достойное. Не святись, святись. У православных тут все разнаряжено, как. Слава Господу. Так. Вопросов-то нет никаких. Мы оповещаем, что у нас после утреннего моления считается Слово Божие по Трехтомнику Нового Завета. Трехтомнику труд, подвигом называя я настолько это уже долго и без пропуска наши сестры. Хапилина Валентина Сергеевна и Симоненко Ольга Николаевна ведут. Итак, дорогие сестры, ваше время. Благослови Господи на чтение Священного Писания с толкованием Блаженного Феофилата. Дару разуметь написанное исполнить Твою во славу имени Твоего Святого. Евангелие от Луки 18 глава с 1 по 8 стихи. Сказал также им притчу о том, что должен всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова и она, приходя к нему, говорила «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе «Хотя я и Бога не боюсь и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь «Слушайте, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих нему день и ночь, хотя и медлит защищать их?» Сказываю вам, что подаст защиту вскоре, но сам человеческий предъявляет, придет ли веру на земле толкование. Против этого великую помощь подает молитва, которую мы должны постоянно и с терпением творить, представляя себе то, как докучилась вдовы, преклонила неправедного судью, ибо если него, полного всякой злобы и не стыдившегося ни Бога, ни людей, постоянная просьба смягчила, то тем более не преклоним ли мы на милость отца щедрот Бога, хотя он в настоящее время и медлит. Смотри, не стыдится людей признак большой злобы, ибо многие Бога не боятся, а разве только людей стыдятся и потому менее грешат? Но кто перестал и людей стыдиться, в том уже верх злобы. Мало найдется тогда верующих, ибо сын беззаконий будет иметь тогда такую силу, что пристил бы и избранных, если б можно было. Матфея 24, 24. Но он произведет тогда веру, ибо хотя невольно все исповедуют, что Господь Иисус в славу Бога Отца Филиппийцам 2, 11, если можно назвать это верой, а не необходимостью, из неверных не останется никого, кто бы не поверил, что Спаситель одним только тот, кого он прежде злоху лил. С 9 по 14 стихи сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали других. Следующую притчу. Два человека вошли в храм помолиться, один фарисей, другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так. Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочные люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощу два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю, мударь же стоя к боли, не смел даже поднять глаз на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику. Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится. Толкование. Господь не перестает истреблять страсть высокомерия сильнейшими доводами, ибо много отраслей самолюбия. От него рождаются самомнение, хвастовство, тщеславие и пагубнейшее всех высокомерие. Высокомерие весь отвержение Бога, ибо когда кто совершенство приписывает не Бога о себе, тот что иное делает, как отрицает Бога, восстает против Него. Высокомерие не извергает человека на самую низшую степень и уподобляет его бесу, иногда принимающим на себя вид главного Бога, равного Богу. Начальные слова фарисея похожи на слова человека признательного, ибо он говорит, благодарю тебя, Боже, но последующая речь исполнена решительного безумия, ибо он не сказал, благодаю тебя, что ты удалил от меня неправды, от грабительства, но как, что я не таков, поэтому фарисей, как приписывающий совершенные дела собственной воли, высокомерен, а отсюда дошел до осуждения других. Господь обозначает высокомерие и отсутствие смиренно-мудрого фарисея, и словом став, ибо у смиренно-мудрого и вид смиренно-мудрый, фарисея и во внешнем поведении обнаружен тщеславие. У фарисея глаза и сердце поднимались к небу, посмотри и на порядок, который представляется в молитве фарисея. Сначала он сказал, каков он не есть, а потом перечислил то, каков он есть. Сказав, я не таков-то, как прочие люди, он выставляет разные добродетели, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть от всего, что приобретаю, ибо должен не только уклоняться от зла, но и творить добро, Псалом 33, 15, и прежде должен удалиться от зла, а потом приступить к добродетели. Подобно тому, как желая из нотного источника почерпнуть чистой воды, ты должен прежде вычистить грязь, а потом уже можешь черпать чистую воду. Вопреки страсти прелюбодеяния он хвалится постом, ибо похот рождается от чувственного просвещения. Так он, удручая тело постом, был очень далек от подобных страстей, а фарисеи подлинно постились во второй день недели и в пятой. Названию грабителей и обидчиков фарисей противопоставил то, что он дает десятую часть от всего, что приобретает. грабительство говорит он и нанесение обид столько мне противно, что я отдаю даже мое собственное. По мнению некоторых закон заповедуют вообще и навсегда десятину, а те, кое глубже следует его, находят, что он предписывает троякого рода десятину. Об этом подробно узнаешь из того законе главы 12 и 14. Если приложишь внимание, так вел себя фарисей, а мы-то вел себя совершенно наоборот. Он стал вдали и очень был далек от фарисея не только по расстоянию места, но и по одежде, по словам и по сокрушению сердца. Он стыдился, подняв глаза своих к небу, считая их недостойными созерцания горных предметов, так как они любили смотреть на благо земные и пользоваться омами. Он ударил себя в грудь, как бы поражая сердце, за лукавые советы и побуждая оное от сна к сознанию и ничего другого не говорил, кроме всего. Боже, милости, будь-ка мне, грешнику. за все это пошел более оправданным, чем фарисей. Ибо нечесть пред Богом всякий высокосердный, высокосердный, и Господь гордым противится, а смеленным дает благодать. Притчи 3, 34. Иной быть может удивиться, почему фарисей, хотя немного слов сказал с высокомудрием, однако ж осужден, а Иов и очень много высказал о себе великого, однако ж получил венец. Это потому, что фарисей стал пустословить на похвалу себе, тогда как никто не заставлял его и осуждал других, когда не побуждало к этому никакая польза. А Иов вынужден был исчислять свои совершенства тем, что его стесняли друзья, налегая на него тяжелее самого все говорили, что он, страдая из-за грехи, исчислял свои добрые дела для славы Божьей, для того, чтобы люди не ослабевали по пути добродетели. Ибо если бы люди дошли до убеждения, что дела, которые творил Иов, были дела грешные, и он страдает за них, то они стали бы удаляться от совершения этих самых дел, и таким образом вместо странолюбивых сделались бы негостеприимными, вместо милостивых и праведных немилосердными и обидчиками, ибо таковы были дела Иова. Итак, Иов исчисляет свои добрые дела для того, чтобы многие не потерпели вреда. Таковы были причины для Иова. Не говорим уже о том, что в самых словах его, по-видимому, велеречивых просвеч человек его совершенная и смиренно мудрее. Ибо если бы я был, как в прежние месяцы, как в те дни, когда Бог хранил меня, Иов 29, 2, перешли, он все возлагает на Бога и не обсуждает других, но скорее сам терпит осуждение друзей. А на фарисея, который приписывал все к себе, а не к Богу и без нужды осуждает других, справедливо наводится осуждение. Ибо всяк возвышающий сам себя унизится, будучи осужден Богом, а унижающий себя через осуждение возвысится, будучи оправдан Богом. Так и сказано, припомни мне, станем судиться, говори ты, чтобы оправдаться. Исайя 43, 26. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Спаси, Христос, сестра. Да слава Божью. Аллилуйя, отхожу. Аллилуйя. Все. Значит так, кто приехал сюда, у вас, видите, дождь какой, у меня резиновых сапог хватает. Прям на выходе, примерь, какие нужно, а потом вернуть все. И вот здесь вот, твои, да? Ну вот у вас, если это, чтобы в дождь, ну, обувь себя не портить, прямо у дверей там направо. Ну, все на этом, отпускаю вас. Все. Спасибо, Христос. Я знаю. Гимнастикой занимался сам. Да. Ну, это, наверное, комарики накусали, да? А вреда от них нету. Тут малярийных нету комаров. Чем лучше. Так, Володя, вы забери вот эти порышки. Слава Божию. Слава Христосу, смотрите. Если нужно будет, то мы можем наружу свет сделать. Ну, сейчас еще уже светло. А вот как дальше уже к осени, тут мы включаем на улице свет. Провели туда. Вот. Все. Так, а что она убежала-то? Ну, как и крикни ее. Лариса! А? Все, что прошла. Да ребенка кто будет брать? Ой! Тот, не нужно. Закрывай. Не врате. А где сейчас? Закрывай, сейчас не знаю еще одно. Еще наградят. Сейчас я тебе там открываю. Вот так. Вот бабушка. Забыла. Надежда, ты что там кричала? Про эту, что ли? Трудно его изъезти. Я сама сделаю. Не надо вот так и все, и бейки дальше. Ага, тебе тогда подоладью удобно было. А три головой нигде, чтобы не стукнулся. Повыше подними, чтобы дождь не падал. Все. Вот так. Как-как получилось. Я же не знаю, на какую руку тебе надо. Видишь? Да. Чуть была бабушка не убежала, да? Да. Ты вот почему убежала, потому что не забыла. О! Это самое хорошее, что рядом при том. Да. И куда положить ее, все молитвы. Так что всегда приходите. Спасибо Христосу. Спасибо Христосу. Спасибо Христосу. Да, вы не стоите, Господи. Ой. Извините. Что сейчас? Ну, надо. Ну, что такое? Ну, закрой пока, возьми. Там, это, дай какие-нибудь сапоги, где вам там и конца. Да, ладно. Дали все. Это мои сапоги стоят. Вот это тапочек ей отдай там. Тапочек ей отдай там. Всем пока. Эй! Э-э-э-э-э-э! Э-э-э-э-э-э! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...